День рождения компания молодых людей решила отметить в этом коттедже в казанском поселке Салмачи. По данным следкома, к празднику через знакомых студенты купили спиртосодержащую жидкость в 5-литровом баллоне. Но из багажника на стол попала незамерзайка в такой же таре. В это же время в багажнике автомобиля находилась аналогичного объема бутыль с незамерзайкой. В результате молодые люди по ошибке забрали ее с собой, добавили туда ароматизаторы и употребили. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена бутыль с остатками жидкости. Согласно результатам исследования, в ней обнаружены следы метанола. В разгар праздника многим стало плохо. Ребята вызвали скорую под утро. 13 человек из 19 доставлены в больницу. Отравившиеся ребята до сих пор находятся в 7-й городской больнице. Журналистов к ним не пускают. 10 из них находятся в отделении токсикологии в состоянии средней степени тяжести. И 3 человека в реанимации. В том числе и 20-летняя девушка. Выживет она или нет? Прогнозов на ее счет врачи пока не дают. В БСМП она впала в кому. Уже больше суток находится в реанимации. На данный момент она крайне тяжелая. 72 часа еще не прошли от момента отравления. Поэтому говорить о ее прогнозах сейчас очень рано. Также на инферентных методах терапии, на антидотных терапиях. В реанимацию попали только девушки. По словам врачей, у них нет хронических заболеваний. Каким образом на праздничном столе оказалась незамерзайка, те, кто сейчас в состоянии говорить, внятно объяснить не могут. Они говорят, мы сами не поняли, откуда вообще это взялось. То ли перепутали в багажнике, то ли перепутали в салоне машины, именно тару. Анализы показали, у каждого из пострадавших в крови обнаружен метанол, который по всей вероятности содержался именно в незамерзайке. Большинство производителей, впрочем, обычно не указывают его в составе. Метиловый спирт, конечно, самый хитрый и коварный. Его невозможно определить, отличить от этанола и на вкус, и на запах. Эта молекула очень маленькая, она легко встраивается и прежде всего поражает зрительный нерв. Почему нельзя пить тасол, антифриз, антисептик, незамерзайку? Эти жидкости содержат такие вещества, как изопропанол, метиловый спирт, этиленгликоль, нитраты, нитриты, фосфаты. Некоторые из отравившихся ребят были студентами казанских вузов. По разной информации, они учились в КФУ и энергетическом университете. Десять пострадавших – жители Башкирии. В Казань они приехали специально на день рождения. Кто перепутал суррогат и незамерзайку, кто из них ее разливал, предстоит выяснить следователям. За это грозит наказание по статье «Непредумышленное причинение вреда здоровью». Госалкогольная инспекция занимается выявлением и пресечением нелегального оборота алкогольной продукции. По итогам 10 месяцев текущего года уже изъято из оборота нелегального более 30 тысяч литров алкогольной и содержащей продукции, в том числе и суррогаты. По данным Минздрава, этот эпизод с незамерзайкой – первое массовое отравление за последние 40 лет в республике. Раньше были единичные случаи отравления техническими жидкостями. С начала этого года 14 фактов. В основном их употребляли мужчины в возрасте от 40 до 60 лет. Юлия Гоглева, Вадим Аларионов, ТНВ, Казань.